здравствуйте дорогие мои телезрители и мои подписчики на канале youtube голова садовой сегодняшняя тема гортензии это злободневная тема потому что я знаю сколько их поступило а в магазинах ничего не осталось это значит все у вас уже на подоконниках начинаем один из самых продаваемых кустарников в россии на сегодняшний день это гортензия все жители холодных краев должны понимать что для вас и для нас сибиряков существует только два вида гортензии который у нас прекрасно приживается растет практически без укрытия кроны но с укрытием корневой системы это обязательно запоминаем сразу это метельчатая и это древовидная до крупнолистная красавица но вы можете ее культивировать пожалуйста но вы должны понимать что для нее понадобится контейнер либо горшок литров на 50 и вы вы получите цветение ни с чем не сравнимое и цветет она раньше чем метельчатая и древовидная но это цветение будет сплошным вот таким шаром из вот таких шариков голубых розовых нежно салатных красных фиолетово синих и так далее это правда очень красиво но вы каждый раз осенью будете убирать вот этот вот контейнер на 50 литров убирать в такое место где температура где будет достаточно сухо не влажно и температура будет ну примерно так градуса два ну максимум три понимаете да о чем я говорю ноль бы желательно то есть для нее нужно холодное хранилище а вот для этих гортензий которые у меня на столе стоят это если я не ошибаюсь аннабель это древовидная а это метельчатая ванилла фрейзи или ваниль фрейзи и по-разному называют поэтому мне больше нравится ванилла фрейзи какое-то такое прям да дамская эти две гортензии обильно цветущие аннабель она цветет шарами белыми для начала она распускает их зеленовато салатного цвета они наполняются распускают лепестки все цветы и потом становятся белоснежными когда они будут ну как бы да уже под видать они поменяют снова цвет на нежно-нежно розоватый а потом опять салатно а потом уже станут до чуть пожухлыми чуть зелеными и на этом придет их логический конец а ванилла фрейзи цветет огромными метелками в десятки раз больше чем цветет черемуха правда не очень большие даже сирень ей уступает в размере ее цветков и она белорозовая сиренево розовая у нее столько оттенков цвета на этой метелке это просто что-то невообразимое вот просто запомните что две два этих вида гортензии нам как нельзя больше подходит единственное условие вода через день по ведру не даже не обсуждается вода кислая почва кислая местоположение поскольку мы в сибири то тогда конечно желательно солнце она может выдержать тень но не более двух часов то есть растение не будет восстанавливаться нам же цветение каждый год надо а в тени ну как рекомендовано для южных краев там полдня на солнце полдня в тени и у них все в порядке у них один длиннее у них и лето длиннее у них и весна раньше а у нас очень короткое сжатое все поэтому солнце однозначно когда придет осень глубокая ваша задача обрезать все бутоны неважно какой они формы такие и такие обрезать снегопад нападов на эти бутоны он сломает ветки на очень ломкая и значит кроме того что вы обрежете бутоны пожалуйста корневую систему сантиметров 15-20 ну штык лопаты ну надо укрыть по проекции кроны вот это выступая еще на 20 сантиметров вот это все надо укрыть тщательно садовым мусором там ну подложите на какие-нибудь крышечки эту как его господи боже мой дегать чтобы или скипидар только на крышке нельзя чтобы в почве все впитывалось вы погубите корневую систему а у нее корневая система прямо у поверхности стоит потому нужно укрытие зимой если это промерзнет вы куст потеряете не так страдает верх как страдает ее вот эта корневая система и все и помните что вода гортензия как переводится правильно гидронгея тоскующая по воде по кисленькой воде то электролит помните мы говорили чайная ложечка плотностью 21 22 на 10 литров три раза за весь теплый сезон это даже не лето это вместе с весной и осенью либо это сок одного лимона либо это немножко там чайная ложечка 70 процентный чайная ложечка кислоты на 10 литров воды вот такая ей нужна поливка ну все я на этом закончу поэтому покупайте на здоровье ваш сад будет самый красивый это точно это осенняя сирень всего доброго пока